Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил вопрос, кто управляет нашим миром? Бог или дьявол? Когда начинают противопоставлять Бога и дьявола, это в некотором смысле неверно, потому что Бог создал весь этот мир со всеми ангелами. А дьявол — это отпадший ангел. Нельзя спрашивать создание, может ли быть выше создателя. Категории разные, поэтому противопоставлять эти два явления крайне неграмотно. Во-первых. Во-вторых, есть такое замечательное произведение у Клаева Льюиса, вернее, три произведения — «Мерзейшая мощь», «Пириландра» и «На краю безмолвной планеты». Эти три произведения рассказывают нам... Льюис был уникальным богословом, конечно. Эти три произведения рассказывают нам о трех мирах. Первый. В котором вообще не было греха, и существа жили без того, что дал Бог, без права выбора между добром и злом. И этот мир существовал. И что в нем произошло, когда появился там человек? И был еще один мир. Мир, в котором та Ева, которая была в том мире, про матери всего сущего, она не приступила к закону. Хотя диалоги между дьяволом и ею, они, конечно, уникальны. И если кто-то почитает, честно говоря, сложно. И вот я думаю, как бы пришлось современной женщине, которая услышала бы столько слов именно в пользу того, что нужно сделать, нужно познать то, что запретил Бог. Диалоги уникальны. Если кто-то хочет, почитайте. И третье произведение, которое называется «Мерзейшая мощь». Это произведение о земле, в котором грех состоялся. И люди, пребывающие в грехе, замысливают еще какие-то там дальнейшие действия, которые приведут их к разрушению всего и вся. И к соединению, конечно, с тем, о котором идет вопрос. Управляет ли дьявол чем-то? Ну, да, вы можете вспомнить Булгакова, мастера Маргариту. Вспомните, чем управляет дьявол. Дьявол управляет только той частью мира и народонаселения, который ему добровольно подчиняется. Вот этим явлением дьявол управляет. Если вы отдадите свою жизнь и судьбе немножко в руки дьявола, он вами будет управлять. Миром в любом случае управляет Бог. Даже зло, которое констатирует человек как зло, иногда бывает началом какого-то добра. Не всегда зло, которое мы понимаем как зло, есть естественное зло, которое существует от отсутствия добра. Поэтому, думаю, во-первых, надо разобраться с категориями. Во-вторых, нужно разобраться с тем, кому мы хотим подчиняться. Если вы рабы Божьи, то вам нечего бояться. Все, что вокруг вас будет происходить, будет совершаться именно Богом и его промыслом о вас. Помоги Господи. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok